всем привет всем привет с вами катя и дима кузьменко все кузьменки собрались тут так ну что рада вас видеть сегодня такой необычный день у нас давайте расскажем такой незапланированный стрим до незапланированный должны были легионку переводить но в итоге решили ну просто все с этим постом который я написал которым искать и вместе обдумывали с иваном сколько мы вынашивали это я не знаю просто в общем как вы поняли что теперь все изменяется довольно круто и теперь мы не ждем никакого валв не ждем не вся никаких айсфрогов мы просто на это все забиваем и спокойно делаем себе озвучку и спокойно с ней сами играем но мы и там плюс 40-100 тысяч человек кто с нами да кто с нами всех остальных кто не с нами тот как бы не против нас как сравнить мы просто ну как бы пусть свои дела это озвучку правильно мы будем делать свою вот с блэк джеком и балалайками так что очень долго все вот это мы думали что делать дальше потому что ну небольшой экскурс в историю что когда вот мы только все начинали это все началось вообще с комментаторов не планировали заниматься героями мы просто я решил попробовать сделать комментатор и загрузить его воркшоп вот ну и там дальше посмотреть но так как я увидел какую бурную реакцию породила мой этот вот мой пост в контакте или фейсбуке я уж не помню то я решил попробовать да и таким образом мы так а потом как-то все родилось такое намерение что сделать презентацию показать и валв и почему-то мы думали что такие наивные наверное что раз мы так все круто сделаем то на нас хотя бы обратят внимание и может быть что-то там получится вот сделали презентацию как вы знаете летом у нас было около 15 озвученных героев в принципе они все были озвучены там но некоторые были в таком в полу состоянии мы их там чуть-чуть дописывали вот но как вы знаете никто нам не ответил все нас проигнорировали благополучно причем не только валв мы пытались связываться с российскими киберспортивными организациями все полный игнор никакого ответа не ответа не привета но как бы я как человек все-таки уже не молодой руководил студии ну как бы это это просто ужасно отстойное поведение и это недостойно нормального человека просто игнорировать письма от вполне нормальных людей не просто знаете там кто с улицы вам пишет а люди как-то за плечами которых еще люди много людей просто могли бы ответить нет и все нам это не нужно но да да мы успокоились занялись своими делами я руководил студии и сейчас продолжаю так немножко руководить и как бы знаю о чем говорю что но бизнес этика предполагает что если вам пишут какое-то такое деловое письмо то это ну нельзя это игнорировать это очень плохо непрофессионально ну ладно фиг с ними это все на их совести все нормально с тех пор вот с лета уже прошло сколько месяцев 8 мы приняли решение все равно не останавливаться а делать дальше уже выпускать героев вот мы у нас образовалась команда там-то бегат кинжалиф степан гаремыкин ну иван конечно же мтк же молоснов вот и это просто люди которые но потрясающие люди очень рад что с ними нас вела судьба и вы наверное тоже должны быть и благодарны потому что благодаря им все это и происходит то есть но я умею только записывать озвучку там и нарезать и интегрировать в игру не умею наверное бы не смог и возможно бы быстро бы эскиз если бы вот не нашлась такая команда и все у нас вот так мы вроде работает то есть каждую неделю выходит герой и вот таким образом озвучили вдумайтесь почти треть то есть ну там чуть меньше но учитывая что доте 108 говорящих героев там их 110 но висп и феникс не говорят то в принципе уже треть то мы сделали по сути это огромное количество это почти что целый ход ну вот теперешний ход с hero of the storm вот это очень много учитывая опять же что у нас больше материала мы записываем больше реплик мы дольше мучаем актеров студии и потом еще интереснее играть становится игра становится более атмосферной так что так и решили делать дальше несмотря ни на что и сделали еще одну презентацию у нас был такой план что мы сейчас сделаем презентацию когда бы 25 героев загрузим ее в воркшопе ну как все воркшоп это пришел одновременно с тем что мы сделали презентацию потом спокойно работаем до лета и летом едем на интернешнл и как бы ну там валв хватаем их до за рука да ну без врачи в ковер и мы как-то и подумали если не купили мы билеты может быть это знак может быть и нечего там нам делать потому что сейчас как бы сейчас же не 17 век голубиной почты почты нет и сейчас интернет есть но я сколько я просто бомбардировку устроил недавно мы даже с иваном загрузили на забежали на сайт валв и там вот у них есть people и вот я мы всем написали из этого списка и по письму и никто нам не ответил очередной раз я уж там и гей выписал и прочим прочим нашел кто занимается у них озвучкой кто нашел своего аналога английского вроде бы это такой есть человек у них его зовут его зовут кристофер катс он придумывает реплики он по моему то ну как бы по сути дела тоже что и я его он ему писал потом вот есть такой у них художник ну на них художник может быть он там какой-то мега начальник максимаристов ему писали причем я вижу что в фейсбуке он читает там прочитано слушай ими наверное деньги платят чтобы они нам не отвечали я не знаю это как говорится жалко что ли ответит ну что это такое вообще странные люди вот ну и конечно есть тут в россии некий аларик амбассадор который в контакте сидит в русскоязычном и тупо просто игнорируют но демонстративная считает демонстративно игнорирование моих сообщений которым пишу ему по личное но там не добавляя друзья как бы и пишу ему вот то есть получается что принципе нас все демонстративные игнорируют и мы вот как бы ну месяц примерно у нас был такой февраль да когда началось марта начало марта но как-то так он у феврале помните там они убрали параметр не это знаешь что сначала просто когда параметр убрали но ты просто техническая такая Ну, оно так немножко было уже, да. И вот с этого момента, вот какой-то такой начался период, честно говоря, метания, непонятно. Нет, чуть позже, наверное, всё-таки. Мы с ним справились, и вроде всё нормально пошло как раз. И даже повысилась популярность. А вот, наверное, где-то месяца-полтора месяца вот такое началось непонятное состояние у нас. Да, и думали, что делать, потому что, ну, реально, ну, так уж просто себя по-людски они ведут, что, ну, не понимаешь, что делать. Но, с другой стороны, нас подогревало то, что вы с нами, ну, потому что всё-таки, особенно видя результаты голосования в воркшопе, там, где почти уже 10% против, а 90% за, там, ну, всё соотношение улучшается в положительную сторону. И вот всё думали-думали, что же делать. И даже вот я думал, может быть, раньше поехать в Америку, там, приехать в Сиэтл, там, с ними лично пообщаться. Но потом меня всё это останавливало. Да, ну, это всё самообман, потому что, ну, они бы уже сто раз бы ответили. В том-то тело, у меня иногда просто были мысли, ну, может быть, они вообще всё-таки не знают про нас. Да, не знают ни сном, ни духом, но всё они знают. С другой стороны, если, действительно, ты, там, и Ваня, и все, там, писали письма. Конечно, конечно. Всё это прочитано. Они это ещё знали летом, в прошлом, когда была первая презентация, потому что тогда мне уже отвечал композитор Доты, Майк, по-моему, не Майерс, как же его звали-то? Майк Майерс, это актер. Майк Майерс, да. Ну, какой там есть. Устин Пауэр. Который, да, Дмитрий, привет, я вот переправил письмо. И вот с тех пор просто воцарилась тишина. Вот, поэтому нас всё-таки думали-думали, что делать, и вот мы решили всё-таки сделать так, что мы больше подключаем вас, то есть комьюнити, к работе над озвучкой. Вообще, ну, как я уже повторюсь, просто уже вообще не паримся, не ждём. Даже я уже не смотрю, там, не ищу никаких контактов. И на интернешнл мы, скорее всего, может быть, и не поедем. Мы поедем просто в Америку, с Катей там полазим по американским всяким местам. Вот, отметим десятилетие на нашей свадьбе. И, в общем, смысл в чём, что, ну, вы, наверное, многие читали пост, но вкратце скажу, идея такая, что теперь мы вместе озвучиваем, полностью вместе. То есть до этого, ну, вы так считаете, что опосредованно немножко участвовали, ну, потому что я никак не мог понять, как вот сделать так, чтобы, и как вы говорите, и комьюнити слушать, и своё какое-то реализовывать видение, и чтобы всё это было одновременно. Но потом всё-таки это, ну, постепенно это вырисовалось, потому что, ну, думаешь-думаешь об этом, да, всё долго-долго. Я всё там что-то придумываю, звоню там, ну, или Кате поговорю, мы с Катей вроде решили, потом Ване звоню, он такой, да нет, что-то не очень. Я только думаю, да, это тоже что-то странное тема. Потом вот ещё. У нас каждый день всё время меняется наше мнение по поводу этого. Да, ну, вот теперь мы пришли к одному, что мы теперь будем делать всё это вместе, но единственное, что мы, ну, скажите, мы реально, ну, сами подумайте, мы всё это делали за свой счёт, в принципе, и без всякой, ну, ну, то есть вы сами видите, да, что, ну, никакой надежды нет. Сколько норковых шут я вам могла бы себе купить. Да, никакой перспективы, ничего они не отвечают, а, в принципе, и нахрен, извините, нам это надо. Мы, что мы будем там стучаться, ломиться в закрытые двери, мы приспокойно, мы очень любим игру, мы очень любим свою работу, мы приспокойно сделаем русскую озвучку, все будем спокойно в неё играть, а потом они сами к нам придут. Вот, и теперь, что касается, вот, да, мы решили открыть кошельки, мы очень долго думали, как это сделать, чтобы не было, ну, как бы, чтобы выглядеть при этом нормально. То есть я против, вот это называется вроде как краудфандинг, ну, мы его называем попрошайничество-собирательство. Вот как это было сделать, как нужно было так это сделать, чтобы это не было попрошайничество-собирательство. Мы ничего не просим, не собираем. У нас есть свои источники доходов, они не связаны там вот с этой озвучкой. Совершенно никак. Да, никак. Мы не зарабатываем на ней. Мы просто... Мы только тратим. Откровенно говоря, просто жалко это всё, ну, закрывать. Ну, потому что... Только вопросы работы проделаны. То есть, понимаете, просто нам уже перед вами неудобно, потому что, ну, как бы... Многие ждут. Ну, вот мы придём, скажем, всё, ребята... Серьез героев, да. Да, мы закрываем проект. И всё это, представляете, так и накроется. Ваня из 6-го Г, не так же делается своего дума. Да. Там песня из 8-го Д, никогда не услышит, как звучит русский сларк. Ну, там не только Петя Вова из 8-го и 6-го. Но при этом, как же сделать так, чтобы нас не обвиняли? Вот, они там наживаются на нас. Нет, мы просто... И мы пришли к такому выводу, что никто нас не обвинит ни в чём. Мы просто откроем кошельки. Всем миром, ну, уже кроме нас, скажем, мы уже перевыполнили план. Перевыполнили план. Мы все собираем деньги на озвучку. Ну, то есть, мы не то, что собираем, мы участвуем все в озвучке. Ну, как бы мы можем поучаствовать? Денежно, плюс мы все вместе. Вы, скорее даже. Как будет происходить всё? Я сейчас, ну, даже здесь, наверное, в стриме открою кошельки. Я уже открыл Яндекс и Киви подключил. Вот. Ну, это ладно, это не суть. Вы туда, если хотите, ну, кто хочет участвовать. То есть, реально, то есть, ваше вложение, это не донат, ещё раз повторю, это просто ваше участие в проекте. То есть, это, ну, как долевое участие, поевое, да, типа акции. Никто никого не заставляет. Да, но, тем не менее, чем, ну, естественно, больше, тем больше у нас будет возможности. Сами вы это понимаете, конечно. Да, вы понимаете. В принципе, ну, как я уже приводил пример, Андрей Ярославцев, мы записывали, это стоило 30 тысяч рублей. Ну, примерно, ну, 21 тысяча, это гонорар актёра, ну, я надеюсь, это не тайна. Ну, да. Вот. А билеты в Москву, туда-обратно, ну, где-то ещё 1010, так, я уж не помню точно. Ну, примерно 31 тысяча. Ну, это, как бы, так, ну, это не самый дешёвый вариант. Ну, это именно московский актёр, да, если в Питере записывать, естественно, это дешевле. Туда ещё доехать надо, да, тогда. Есть, да, дороже актёры, есть там, ну, намного дороже. Ну, а, как бы, все эти суммы, раз мы такие, у нас, наше оружие, это открытость с вами вместе. То есть, мы будем открытыми и всё будем рассказывать. То есть, ну, чтобы вы всё понимали, что куда идут деньги, да. Куда идут деньги, чтобы никаких вопросов вообще не возникало. Да, вы узнаете гонорары актёров, и мы тоже узнаем. Ну, вот я знаю... Да, кстати, извини, я тебе люблю, что за свою работу мы ничего не будем брать. Да, да. Это самое, наверное, тоже главное. Мы ничего не брали никогда и не будем брать. И не будем брать. Нам это не надо. Мы довольствуемся тем, что уже работаем над любимым делом. Это наше, как бы, хобби и любимое дело. Там всё совместилось, как бы, это... Ну, и надо довести дело до конца. Вот. Ну, и если вдруг, возможно, эту озвучку потом примут. Ну, даже думать об этом не хочется, но вдруг, ну, я думаю, нам что-то там компенсируют. Хотя, знаете... Я даже думать об этом не хочу сейчас, потому что надоело уже, честно. Да. И мы начали это не из-за денег, и, как бы, сейчас не будем это из-за денег продолжать. Поэтому участвуйте в озвучке. Теперь уже вы можете это делать. Ну, первое ваше участие – это денежное. Участвуйте. Покупайте акции, озвучки. Вот. Мы уже купили 30%. Мы владельцы 30% акции, у вас, как бы, вы, пожалуйста, покупайте остальные 70%. Второе. После того, как... Ну, даже не после того. Завтра мы запустим первое голосование. Как это будет... Мы уже так примерно продумали с Ваней и с Катей, но ещё, возможно, будет всё это немножко обтёсываться. Но идея какая? То есть вы реально теперь получаете больше полномочий. Ну, как тоже акционеры озвучки. То есть мы начинаем первое голосование. Кого мы будем озвучивать? Тьму или свет? Все выбирают. Ну, вы выбираете. То есть всего два варианта. После этого ещё один опрос. Кого мы будем озвучивать? Силачей, ловкачей или интеллектов? Ну, кто занятен, кто у кого основная характеристика – это интеллект. Вы выбираете. И после этого мы уже берём... Ну, в принципе, учитывая, что мы многих озвучили, актёров, почти в каждой категории героев, то, в принципе, там около десяти останется. Ну, я уж там, ну, ВКонтакте голосование позволяет только десять добавить. Ну, мы берём вот этот блок из десяти, уж там кто попадётся, кто не попадётся, и его добавляем. Вот. И вы выбираете героя из этих десяти. После того, как выбран герой, мы выбираем актёра. Я прочитал ваш комментарий, что вот, Дмитрий, выбирайте, пожалуйста... Сейчас, секунду, ну, компота. Так, говорит, пересылка. Дмитрий, выбирайте, пожалуйста, сами, не доверяем, там, мы там... А то будут выбирать, не пойми кого. Нет, но речь идёт изначально об актёрах. Поэтому, как бы, не пойми кого никто не выберет. Как мы их будем выбирать? Я предложу от себя, ну, мы с Катей, какие-то варианты. Мы создадим просто начало обсуждения. Вы предложите свои варианты. Ну, правила, говорят, такие, что это должен быть какой-то актёр, ну, не просто абы кто, там, не какой-нибудь, там, Мэдисон, там, не пойми кто, а просто... Ну, он может быть хороший человек, но я имею в виду именно актёр, с которым я буду работать. То есть, понимаете, я как режиссёр, я могу найти общий язык только с актёром. Ну, и, по крайней мере, я точно его найду, чтобы не было никаких эсцессов. А то вы выберете мне, там, того же Мэдисона, и потом он, он там, не знаю, и я ничего с ним сделать не смогу. Он придёт там, и... Ну, ладно, не суть. Вот, короче. И вы выбираете актёра. И, ну, в смысле, мы формируем пул актёров и устраиваем такое же голосование. Всё, актёр выбран. Ну, смотрим, сколько он стоит, договариваемся с ним. Естественно, да. Формируем, как бы, смету, количество расходов, и... Идём записывать. Идём или едем записывать. Участвуют в записи я и Катя. То есть, мы поодиночке не записываем. Так что, билетов покупаем в Суа. Это если в Москву или в какой-то там, не знаю, другой город. Да, конечно. Если в Питере, то дешевле, да. А полная, ну, как бы, чтобы опять не было никаких обвинений там ни от кого, полная прозрачность всех расходов будет достигнуть. То есть, ну, будем просто там, не знаю, или каждую неделю там отчитываться о том, сколько поступило денег, вот, на кошельки, если они, конечно, вообще будут поступать. Захотите того же шнура, давайте, ради бога. Будут деньги, будет шнур. Да. Какие здесь плюсы могут быть? Помимо того, что мы просто продолжим работу над проектом. Первый плюс в том, что, ну, мне кажется, что вы сами будете относиться к озвучке более, как бы, она станет вам ещё ближе. Потому что вы будете, ну, совсем принимать... А, я, извините, одно звено-то пропустил, мы переводим ещё. Да, кстати, такие же стримы будут. Также будем, ну, вы все видели, как я перевожу, вы все видели, что я спокойно принимаю ваши варианты и советую с вами, и иногда вы мне даже и подсказываете, и я там где-то уплю, то, как бы, коллективный разум он не даст нас в обиду. Ну, и Дима повеселее тоже. Да, ну, и просто я за три часа вместе с вами перевожу целого персонажа, и, как бы, нормально. И, так, что дальше? У нас получается озвучка Dota 2 всем миром. Да, она сейчас реально стала народной. То есть, ну, вот мы, как бы, нарастили мясо вдвоём, ну, как вдвоём уже и с вами тоже, в том числе. Ну, вот, в основном, конечно, мы скатей сейчас занимались, мы создали некий костяк уже. Ну, то есть, в принципе, озвучка, она уже полноценная. Больше половины зачастую уже русскоязычных персонажей в играх, там, 7, 6, ну, уже очень много, потому что мы идём по верхнему листу Dota бафа. Вот, теперь, что-то я сейчас говорил, потом избился. Что, ты будешь переводить? Нет, я же вернулся. А, какие плюсы, помимо того, ну, первое, продолжаем проект, вообще не паримся. То есть, вот, если я был в таком лёгком, ну, в рауше с Катей, то сейчас нет. Вот мы, написав этот пост, мы как-то сразу... Даже как-то стало веселее. Да, полегчало, потому что мы просто поняли для себя, что делать. До этого мы не понимали, что делать. Тупик какой-то уже образовался у нас. Да, реально был тупик. А сейчас нет, всё нормально, всё круто. Вот. Второе, что мы реально сможем привлекать очень интересных людей, на которых, ну, у нас бы просто с Катей не то, чтобы мы пожлобились, но это было бы очень неоправданно дорого для нас, тратить такие деньги, там, ну... А всё вместе мы эти деньги спокойно соберём, я так думаю. Ну, не соберём, так... Ну, не соберём, значит, не соберём. Да, будем попроще людей озвучивать. Вот. Не купим, не продадим акции этих героев, то и ладно, ничего страшного. Можем и шнура записать. Ну, это, знаете как, это, конечно, ещё может быть фантастика, но с другой стороны, ну, кто его знает. Ну, если будут деньги, почему нет? Да, да, нет, я имею в виду, ну, там, он, наверное, всё-таки достаточно дорого стоит. Вот. Ну, или там безруковых всяких. Но, тем не менее, всё равно, ну, не знаю, там, насчёт безруковых и шнуров, посмотрим, как пойдёт, но всякие там известные московские суперактеры, типа репетура Бориса, типа, там, Когана, они нам совершенно доступны. То есть, ну, спокойно собираем там на них средства и едем записывать, пожалуйста, как хотите. Вот. Теперь, это второе, то есть, мы, первое, это, что мы все становимся ближе и сплочённей. Второе, что мы, у нас есть доступ к большему количеству актёров. И третий вариант, это всё же, чтобы мы не говорили про Valve и про их демонстративный днор нас, это, может быть, всё-таки их ещё больше подтолкнёт к тому, что комьюнити само сделает, вот они же это любят. Я вот слушаю там, что есть такой интересный подкаст того же Максима Аристова, как он рассказывает про то, как вот они радеют за комьюнити, что комьюнити вот делает, они сами не могут додуматься, комьюнити додумалось. Ну, вот как бы мы, в принципе, может, ещё раз всё-таки их это подтолкнём, но мы не будем сами их толкать. Они сами это увидят и захотят, захотят с нами сотрудничать. Если не захотят, мы сами без них сделаем. У нас есть сайт rusdota2.ru, пожалуйста, там любой может скачать и играть с русской озвучкой. Вот, то есть таких три плюса получается нового вот этого нашей идеи. Так что вот, такие пироги. Что думаете? Ну, я, в принципе, почитал, что вы так одобряете. Нет, ну да, я тоже почитала, что, в принципе, очень много одобрительных комментариев, отзывов. Поэтому, собственно, мы и мы тоже так отреагировали, нам полегчало, действительно. Да, главное, что вы должны уяснить и всем, ну, знаете, кто будет там всякую чушь молоть там. Вот я сегодня читал, есть такая организация Virtus.pro. Да, тут уже тоже написали. Первые места занимает на интервью. В первую очередь, бегом-бегом написали. Да-да-да-да, вот. Ой, постигла судьба, strategic music, это провал. Ну, я не знаю, как они могли назвать провалом то, что треть игры мы уже озвучили. Сейчас продолжаем это озвучивать. Но, видимо, они очень сильно хотят, чтобы мы так все провалились. Конечно, хотят. Им назло, мы никуда мы не денемся, и все продолжается. Вот, так что и сами видите, какие вот у нас в России киберспортивные организации. Которые поддерживают. Да, поддерживают. Свою же игру. А-а-а, да-да-да. Ну, пускай, господи. Недалекая, недальновидная, и вообще тупая позиция. Тут нечего больше даже сказать. И мы больше ни с кем не будем никому писать. И мы, ну как, мы написали всем, на самом деле. Мы писали Empire, им писали. Даже Na'Vi писали вчера буквально. Ну, так мы же решили, напишем, ладно. Но не будем, как бы это уже не важно, на самом деле. Все это уже не важно. Да. Так. Слушайте, если вы проголосуете, чтобы я Банчу озвучила, да ради бога. Катю, пожалуйста. А, я хотел еще спросить, вот там про Луну кто-то говорил. Да, про Луну много тогда мы говорили, да. Устроим голосование, пожалуйста. Хотите переозвучить ее? Ну, в смысле, она и не была озвучена. Да, она у нас и не озвучена. Хотите там, чтобы она была русской, ради бога, хоть китайской. Вот если, ну, вы теперь будете выбирать все сами. Ну, мы оставляем за собой только тех персонажей, которые, ну, уже готовы. То есть, ну, мы не будем ими заниматься, не будем выставлять на голосование. И, ну, и Катин персонажей тоже. Тут уж как бы это привилегия. Да. Вот, это уж извините. А всех остальных, пожалуйста, Луна, там, не знаю, Nature's Prophet, заходите. Не заходите этого потрясающего белорусского деда-отшельника. Ради бога, запишем вам пафосного. Но нам не важно, ну, в принципе, то есть, ну, мы свое, все уже, ну, все равно, нет, все равно, нам будет очень интересно. Я имею в виду, что, ну, как бы, это тоже, блин, кто там все спамит-то? Нормально, нет? Спамим, спам заниматься. Вот, мы, в принципе, уже, сейчас, поудаляем. Да, спамить проще, чем, в смысле, банить проще, чем спамить. Мы много своих реализовали творческих амбиций, уже, в принципе, нам интересно будет и так поработать. Ну, я еще не полностью реализовала, я как раз все хочу их реализовать. Катя реализует, да. Так что, ребята, вот такие дела, такие планы. Думайте, да, да, думайте. Рассказывайте. Кошельки сейчас откроем, ну, вот, Киви и Яндекс, собираем, вот, как бы, ну, это будет, ну, знаете как, то есть, это независимо, просто вот там будет какая-то сумма, а вот мы там выбираем героя, и им говорим, так, а у нас уже накоплено, там, не знаю, 5 рублей, герой стоит 10 тысяч, нам еще надо 9995 рублей накопить, вот. Ну, или там, например, уже, там, допустим, озвучим героя, он стоит, там, 15 тысяч, а у нас уже 22 тысячи. Мы такие, о, 2 минуты, ну, все отлично, у нас еще 7 тысяч на следующего. А вот выбрали того-то, того-то, пишем спокойно. Так что, на мой взгляд, схема идеальная, потому что это намного, это правое дело, праведное, то есть мы сами, сами русские. Слушайте, по-моему, нигде такого вообще нет. Да, мы сами себе делаем озвучку, никто, знаете, там, ненужная компания, ну, и хрен с ним, мы сами сделаем, ну, вот, так что так. Да, но вы имеете в виду, что, кстати, я хотела сказать, тут вот пишут, почему именно актеры, там, и все такое, мы не хотим снижать планку. Да, а должно быть все по высшему качеству, по высшему уровню. То есть вот как мы начали с профессиональными актерами, там, и все такое, поэтому вы не думайте, что мы сейчас там наберем, кого попало, и будем их записывать. Нет, планка у нас остается самая высокая, высочайшая, и будем так и продолжать. Высочайшая она потому... А по-другому нам просто неинтересно. Да, неинтересно, и вам не нужно, потому что, ну, тут вообще никакого не будет, то есть все равно есть шанс какой-то, и это, конечно, удобнее, если бы ее просто сделали официально, потому что, ну, вам удобнее, вам не надо ничего скачивать. Вы загружаете игру, просто выбираете там язык, вот, но она должна быть высочайшего уровня, так что, вот. Ну, в принципе, я все сказал, можно почитать вопросы, поотвечать. Слушай, ну тут... Пошли нахер, уроды. Нет, тут просто, скажем так, комментарии идут по поводу того, что мы сейчас сказали, вот. Катя внешне похожа на Мирану, да, я внешне на Мирану похожа. Не знаю, может быть. Не знаю, не знаю, похоже ли на Мирану. Брать бабосики со школьников. Бизнес. Нет, никто не берет бабосики. Опять вот, ну, люди, они удивительные. Школьники, там, институтники, курсистки, там, не знаю, ПТУшники, колледжники, ПТУшники. Мы просто все делаем себе озвучку, вот и все. Никто, никто берет бабло. Я просто, ну как, хорошо, я, вы его переводите на кошельки, я его снимаю и отдаю там аренду студии, актеру и в РЖД, Якунину. Все, ну, как бы, мы тут ни при чем. Я не беру себе процента никакого. Кате тоже не берет. Кстати, вот вопрос тут интересный был. Екатерина, если вы будете озвучивать баншу, вам можно будет за это заплатить. Вы знаете, я не хочу вообще ни копейки от вас брать, вот честно. Вы можете, Кате, присылать цветы, например. Да, это интересно. Это да, это можно. От этого никогда не откажусь. Но деньги нет. Как актриса я ни копейки не возьму, честно, не хочу. Ну, не хочу. Это может быть мое право, правильно? Право на колготки. Ну, ты хватит, серьезно. Вот не хочется. А как же, вот смотри, а как же деньги с рекламы Ютьюба? Ну, вы знаете, с рекламы Ютьюба за все это время накопилось где-то долларов 300. Ну, где-то да, не больше. Это учитывая, что, ну, скажем так, считайте, что это оплата за то, что я делаю там эти ролики несчастные. То я даже не знаю, как эти деньги оттуда стрясти с этого Ютьюба. И, ну, как бы нет смысла о них вообще говорить. Там очень идет маленький, 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 маленький деньги. То есть они никуда не годятся. Это не серьезно. А с Твичей, по-моему, ничего не идет. Я не знаю. Ну, у меня, правда, есть партнерка, но я даже не знаю, где посмотреть. Ну, даже если что-то идет, то это очень мило. Да, вот извини, я как раз вопрос тут интересный. Будет ли какая-нибудь благодарность людям, которые скинули, например, 10-20 тысяч рублей? Конечно. Как раз мы сегодня с Димой ушли. Я говорю, вот если появятся какие-то люди, которые определенную сумму скидывают, достаточно крупную, и будет ли какая-то благодарность? Естественно. То есть это надо как-то придумать. Да, если эти сами люди не будут против. Да, естественно. Если они сами не будут против. И будем какой-нибудь дайджест. Вот там самые крупнейшие акционеры за неделю или за месяц русской озвучки. Там вот идут рейтинг какой-нибудь составленный. Это же естественно. Естественно, это не останется незамеченным, правда? Это не мы, не только мы должны благодарить их. Вы все будете им писать спасибо, молодцы мужики там, или девушки. Вы классные. Ну, конечно. Да. Еще такой вопрос был. Сейчас. Ну, я его уже так потеряла, но смысл такой. А, вот мне кажется, что недостаточная сумма наберется, или что вообще никто не будет голосовать, чтобы... Ой, не голосовать, а деньги отправлять. Вот. Смешно. Извините. Смешно я прочитала. Скинемся Кате на шиву. Да. Я думаю, что, ну, если не будет присылать, соответственно, или мало будет денег, просто это растянется на более долгое время. Слушайте, ну, вот, ну, не знаю, но... Я же вам говорю, что, допустим, вот взять того же, да, там, Андрея Ярославцева, ну, к примеру. Ну, вот такой, в Москве дороже актера, чем в Питере. Вот если там 30 тысяч. Ну, это 3 тысячи человек по 10 рублей скинут. Слушай, я надеюсь, что наберется. Ну, я не знаю. Нет, на самом деле... Ну, слушай, посмотрим? Вот и посмотрим. Нет, так и нет. Мы как бы, ну, вы сами должны понимать, что в любом случае, мы лично, вот, ну, вот вся наша команда, мы сделали, что могли. Ну, продолжать дальше в таком виде, просто это уже, ну... Мы все доказали всем, что мы можем. Мы не 5 озвучили героев, не 10. Мы озвучили 30 героев, 31. Ну, учитывая, что вот сейчас они выйдут еще. Там, Демпларка, Топор и Снайпер. Вот. То есть, как бы, тут уже, знаете, тут уже нельзя сказать, а, Стратегик Мюзик не смогли, не сделали. Ну, извините, что мы еще не смогли, не сделали. Тут как бы все мы сделали, все смогли. Так что вот завтра у нас, да, голосование начнется. Да, да. Вот вопрос. Если сообщество все-таки изъявит желание горячее переделать какого-нибудь высшего героя... Вы знаете, я вот специально... Давайте, как бы, мы то, что вышло... То, что сделали, то сделали. Да, во-первых, все герои, которые вышли, они все на YouTube, у них больше положительных отзывов. То есть, как бы, ну... Во-вторых, все-таки это, опять же, ну, как сказать... Ну, это наше видение, наши герои, и давайте мы не будем за них пока браться. Я не говорю, что они абсолютно все идеальные. Ну, знаете, идеального ничего не будет. Давайте мы просто дальше пойдем уже. Мы пойдем дальше. Вперед. И потом уже... Не будем останавливаться. Мы будем смотреть, ну, да, не будем останавливаться. Опять же, потому что, если вдруг что-то там, петух там жареный, кому-то что-то клюнет, то нас могут и без, как бы, комьюнити попросить что-то переделать. Потому что, ну, вот, поэтому нет смысла этим пока заморачиваться. У нас сейчас сколько? 28 героев, всего их 108. Уже озвучено. Проведимые. 80 героев надо сделать. Правильно? Угу. Вот, 80 героев. Вы представляете? Вот. Чего нам эти вот 28 уже готовы? Давайте займемся новыми. Это же намного интереснее. Да. Так, что тут у нас еще? Ну, тут уже предлагают множество актеров. Ну, вот я говорю, голосование... Мы будем предлагать актеров в группе. Да, вы участвуете в группе, подписывайтесь, позовите ваших друзей, там, не знаю. Кто-то там хейтил озвучку, но теперь вот есть возможность реально поучаствовать в ее создании. Ну, она и так всегда была, но теперь она просто вообще супер-мега реальная. Вы актера будете выбирать? У персонажа следующего, кого озвучат. Уже как бы реально некуда. Я думаю, вам просто самим это будет намного интереснее теперь. Да, да. Ну, вот я вижу, да, предлагают актеров. Да, да, я и говорю. То есть, ради бога. Особенно видео ищите, там, то все. Так, ну, Легионку уже переводить хотели. Ну, знаете, мы... Дима хотел переводить, когда еще не было этого поста, поэтому Легионка, скорее всего, будет завтра перевод, да? Нет, во вторник. А, во вторник. Завтра мы будем переводить снайпера вместе с вами. Потому что в среду мы же едем записывать как раз снайпера. Да, все те актеры, которые запланировали, они все будут в срок. Это все, да. Но в это время мы сейчас уже начинаем голосование и продажу акций на русской озвучке, да. Чтобы уже планировать следующих актеров, договариваться со следом на следующей записи. Самый дорогой актер, с которым мы работали. Знаете, самый дорогой актер, с которым я работал, я не помню, какой-то английский, американский в смысле. А, ну, вот, московские актеры, они достаточно дорогие. Правда, что Дмитрий Пучков примет. Но, как бы, Дмитрий Пучков нам перестал отвечать и, ну... Ну, может быть, сейчас он ответит, когда, если он... Ну... Если мы с ним по-другому. Если вы захотите его, вот, вы захотите его, то посмотрим. Посмотрим. Так. 80 героев займут 500-600 дней. Почему 500-600 дней? Так. Какой-то вопрос хотел прочитать. А, Темпларка уже входит во второй сезон? Нет. Мы ее уже записали. Это все первый сезон, да. А то, что мы запланировали, мы все сделаем и выпустим. Как бы в первом сезоне это все будет. Бокал за русскую дотку. Бокал за русское сообщество, русской озвучки. Вот это более правильно. Пока делаете все герои дот-3 выйдет. Так давайте быстрее делать. Теперь все зависит от нас. Да. И от вас. Да. То, что зависело от нас, можно сказать, все сделали. Да, да. Все, что только можно. Понимаете, мы сделали все. Мы только... И даже больше. Единственное, что мы не сделали, мы не поехали в Америку и там не сидели на газонах, там у компании Valve с плакатами, там, примите русскую озвучку. Выйдите к нам. Да, да, да. Вот только это не сделали. Но, может быть, если что-то опять же, ну, тоже уже плане, не хочется загадывать. Ну, вот мы собираемся быть в Америке в те дни, когда будет интернешнл. Там посмотрим. Да. Ну, что? А, вот где будет показано, сколько денег собрано на озвучку героя? Все в нашей группе ВКонтакте. Я просто буду выкладывать скрины, ну, наверное, потому что как еще? Ну, вот столько собрано, столько собрано. Ну, мы там, на самом деле, мы придумали уже с Ваней, там такие будут интересные интерактивные картиночки будут всякие, там, шкала там. Ну, как вот, знаете, у этих стримеров, как раз собирают донат, вот, а мы будем смотреть прогресс по продаже акции на того или иного героя. Саленсера я могу бесплатно озвучить. Кстати, знаете, какая идея у меня возникла? Что, может быть, самым крупному акционерам, или крупному, такое делать презент, автограф актера на вот этой картинке. Вот, например, как у нас Ярославцев есть? Да, кстати. Это, наверное, будет действительно хорошее поощрение. Мы будем его высылать, там, почта или я не знаю. Вот, это будет круто. Что скажете? Как вам? Мы начнем с Андрея Ярославцева, с автографа, который у меня до сих пор лежит здесь. Вот когда будем сейчас на кого-нибудь собирать, ну, на такого нормального. Нормального? Нормального в плане, который нормально берет, не брезгует здесь побольше. Да, иногда может что-нибудь такое сказать. И вот будем поощрять таких вот топ акционеров. Кстати, с нами 540 человек. Конечно, почему бы и нет. Ну, кто-то лампу нашу хочет. Лампу? Потом, знаете, акцион устроим, да, это будет наша прибыль. Распродавальность, мебель там. Микрофон, да, да, да. Катя на помаду. Димину бритву. А, Дмитрий Пучков в своем блоге ссылался на плотный график. Ну, может быть, действительно просто у него времени нет. Знаете, он же, ну, реально птица-то высокого полета. Тут как бы... Так, а что, когда мы открываем вот все эти кошельки? Сейчас откроем. То есть, прям вот после стрима, после... Ну, хотите, я могу сейчас открыть Яндекс. Вот я... Сейчас, ну, что-то мне пишет. Самый крупный акционер озвучит Виспа. Так, вот Яндекс.Кошелек выкладываю наш. А, сейчас одну секунду проверю. Да нет, это наш. Объясните мне, как выложить Киви-кошелек? Это просто номер телефона, правильно или нет? Уважаемое сообщество. Да, подскажите. Тут, кстати, много вопросов было про Кикстартер. Да, Кикстартер, объясняю. Что такое Кикстартер? Это просто платформа, которую распиарили и которая за процент немаленький. По-моему, там, ну, там не 30, но там нормальный процент. Они как бы вот, ну, просто... Это как магазин такой, магазин проектов. Они на витрину выкладывают ваш проект. Но зачем нам Кикстартер, когда у нас уже есть эта платформа? Считайте, что у нас уже такой маленький Кикстартер одного проекта. Вот. И нам не надо никому никакие проценты платить. И тем более, Кикстартер это международная программа. У нас есть Бумстартер, но это одно и то же. Как бы, ну, все-таки на русскую озвучку будут скидываться русские люди. Ну, русскоговорящие. Ну, да. Поэтому, как бы, ну... Так, вот Яндекс.Кошелек. Мало ли кому интересно. Так, а про Киви ответили? Сейчас. Как Киви дать? Да, чё-то пока не особо. Ну, по-моему, это номер телефона. Если я не ошибаюсь. Чё-то никто не отвечает по поводу Ки... А, сейчас. Да, номер телефона. Сейчас я прям сейчас сделаю. Не будем. Много вопросов про Огра. Пока Дима тут заполняет. Всё расскажу. Ещё не до конца озвучен. Но это тоже будет. Ещё это первый сезон. То, что мы начали, естественно, мы доделаем. Да, мы добьём. Второй сезон — это только новые герои. Ну, ты пока читай. Да, да, да. Голосование, которое вы задумали, непродуктивно. Лучше сделать голосование из всего списка оставшихся героев. Вы будете просто идти по списку, от максимального... А мы так не сделаем, потому что 10 пунктов можно в голосовании сделать. Давайте уже музыку свою выкладывать. Она божественная. Или продайте. Продать не можем. Она уже продана. Робосики стричь. Ага. Музыку выкладывать. Герои также будут выходить раз в неделю или чаще. А это уже будет зависеть от того, как у нас пойдёт дело. Сколько мы... Сколько будет у нас средств, чтобы записать того или иного актёра. Катюша, поможешь мне ННН притащить? Да, сейчас. А у нас где? Там, я верну назад. А, сейчас. А, нет, это не то. Сейчас уберу. Это я киви. Это киви, кстати. Я номер киви дал. Так, а Яндекс? Ещё раз. 40 тысяч за бокал ДК. Ну, это тогда надо какой-то авторский хрустальный бокал. С автографом. Так. Сейчас я быстро там идентификацию вобью. Так. Проверь. Все? Да. Подгоните подкастеров. А куда их подогнать? Вам все будут на номер звонить? Вы сделали нелогично. А как надо-то? Да, а как надо? Ну, вы знаете, этот номер, он специально заведен под Киви кошелек, поэтому он будет в основном отключен. Это же просто кошелек. Я так понимаю, просто деньги как будто кладут на телефон, да? Или нет? Ну, как бы. Я не знаю, у меня никогда не было такого. Да, мы никогда не сталкивались с этим. Поэтому. Вот Киви. Правильно же номер? 931, 206, 48, 60. Да. Ну, это и есть отдельный номер. Все правильно. Это отдельный номер. Я сходил, купил, вот, прям перед стримом отдельный номер. Да, просто кошелек привязан к номеру. Все правильно. Нет, Аларик мне ни разу не отвечал, вот, мне тут пишут, что Аларик не мог вас игнорить. Я ему буквально недавно отправил сообщение. Мы с Димой как раз недавно это вспоминали. Я ему недавно написал, ну, что вы мне не отвечаете? Неужели вам просто, ну, не ответить? Давайте там поговорим как разработчик с разработчиком. Ну, я не знаю. Как бы, как бы, откуда у вас такая информация. Как бы, это было бы здорово, если бы я пообщался с тем же Алариком, ну, официальным представителем Valve. Ну, как бы, к сожалению, видимо, мы слишком... Мы же выпендриваемся. Мы же такие все прям... Да, мы же будем пендрёжники. Мы же сделали треть героя в доте. За свой счёт. Да, мы в общем большие выпендрёжники. Кто мы такие? Да, мы оставим реквизиты на стриме. Ну, Ваня этим займётся, вообще не умею. На стриме? Ну, здесь будет. На стиме? Да, здесь будет. Тут такая будет иконка, реквизиты. Я думаю, может, ещё и в группе тоже везде. Да, где это будет, ага. Да, если кто хочет поучаствовать, купить акции немножко русской озвучки. Ну, Аларик не разработчик, он комьюнити-менеджер. Ну, видите, комьюнити-менеджер игнорирует 40 тысяч человек комьюнити, которые мы представляем, с Катей. Ну, не знаю. Нет, ну вот у меня есть ещё... Дим, у меня есть ещё такое предположение, что всё-таки... Может быть... Ну, я не знаю, говорил ты или нет, что существует это 26 мая, да? Говорил или нет? Да неважно. Это всё тоже, знаете, детские отмазки. Ну, что, вот реально, почему просто не ответить? Ждите 26 мая, да? Ну, может быть, знаешь, они настолько там, не знаю, небожители какие-то, которые... Нет, вы знаете, как я вижу, что... Ну, я захожу на страницу Аларик, смотрю, ну, потому что я ему сам писал, пытался на друзья добавляться, но он спокойно отвечает своим подписчикам. Ага, ну, тем более. Ну, то есть, понимаете, я понимаю, если человек завёл страницу, никогда там не бывает. Нет, он общается, ему там пишут, и хейтеры, кстати, пишут озвучки. Ну, некоторым даже и хейтерам отвечают. То есть, она, ну, создателям русской озвучки. Ладно бы там был просто там какой-то непонятный Дима Кузьменко, там подзаборный, Катя Кузьменко. А тут как бы, ну, знаете, тут другая ситуация. Ну, это странное поведение, и я как бы не понимаю его, ну, просто не мог понять. Спросите совета у Вилата, ну, делать нам больше нечего. Ага, вот реально. На самом деле, я Вилату писал, мы написали ему интересное предложение. Игнор. Ну, все нас игнорят, вас, нас с вами. Так что... Да, действительно, не только нас. Тот, кто нас поддерживает, получается, и вас тоже игнорит. То есть, вам, нам плюют в лицо очень нагло и так вот, ну, противно. Они, знаете, они просто какие-то противные. Я вот говорю про этих всяких вот там, эти наши киберспортивные там, эти все. Вот просто ведут себя противно. И это не наши проблемы, что они себя так ведут. Мы сделали свою работу... Как я сказала, что это все на их совести будет. Да, мы сделали свою работу четенько, классно, скреативно, и очень большое количество работы провернули. Так что забейте, мы поменим, наше дело право. Победа будет за нами. Так что вот такие, в общем, дела. Как вы считаете, Феникс самый красивый персонаж? Ну да, конечно, красивый. Мне нравится Феникс. Это, по-моему, Настин любимый персонаж. Было бы прикольно, если бы этот самый... А, кстати, Король-Царь-Чертей, он же говорит про Феникса что-то. Надо было там про жар-птицу добавить. Ну, мы еще с ним встретимся. Да, да, да. Я думаю, если будем встречаться, да. Вы можете привязать банковскую карту. Да, я завтра пойду открою счет в Сбербанке. По-моему, я не знаю, можно ли платить просто, ну, если вы захотите купить немножко акции озвучки, вы можете, не имея, как бы, нашей карты, ну, что естественно, прийти через Сбербанк нам прислать в этот фонд русскоозвучки деньги? Или нет? Ну, по-моему, можно. Или нельзя? Ну, завтра узнаем. Как вы собираетесь озвучить всех героев до конца года? Да, никто не говорит уже о конце года, но сами же должны понимать, что сейчас уже озвучено, в принципе, 30% почти самых популярных героев. А к концу года, ну, если сейчас у нас все нормально пойдет, то мы озвучим вообще почти, ну, останется-то немножко совсем. И это не вы, как вы. И на самом деле мы можем выпускать героев и чаще, чем раз в неделю. Но, опять же, если будет на что. Если у нас наберется достаточно буказоидов на это. Вот. Ну что? Партнерка у нас есть на YouTube и на Twitch. Давно уже. Я говорю, там деньги очень небольшие. Это как бы нельзя их рассматривать вообще как деньги. Ну. Екатерина, будем ли добавлять новые фразы старым героям платно? Будем? Потому что там... Да, кстати, на карту можно по номеру счета. Конечно. Приходишь в банк и говоришь, вот, отправлю, хочу отправить деньги, ну, положить деньги на вашему клиенту, вашего банка на номер счета. Ну, мы это все разведаем, покажем. То есть, в принципе, вот у нас будет три, да, варианта. Киви, Яндекс. Пейпала не будет, потому что, ну... Нет, если я разберусь, как с Пейпала выводить, но Пейпала это все-таки больше для американцев. Вот. Я не думаю, что вот много у кого есть Пейпал. Хотя, с другой стороны, Пейпал же тоже привязывается к карте. Ну, ладно. Ну, может быть, и Пейпал, да, сделаем. Ну, то есть, будет Сбербанк, Яндекс.Деньги, Киви, то, что уже сейчас есть. И почему бы реально не сделать героя, не сделать ее платной, 20 рублей за героя. Нет, там еще был вопрос, если, допустим, сообщество захочет добавить какие-то новые фразы уже озвученным героям, будет ли это платно? Да давайте новыми будем заниматься. Да вот я тоже говорю. Просто, ну, чего там эти фразы вы добавите? Там и так столько этих фраз, что давайте лучше наш креатив мы пусть направим на новую герою. Насчет вебмани, вы знаете, ребят, я вот, ну, профессиональной деятельности, когда вот мы в Strategic Music там рассчитывались с нашими клиентами, то мы с этим вебмани, ну, такого головняка нахватались, что, ну, я, конечно, разведаю, но мы проведем тоже опрос, может быть, реально нужен этот вебмани, не нужен, но это что-то совсем какое-то старое, архаичное, я не знаю, это ужасно, по-моему, платежная система. Намного проще Kiwi, мне кажется, потому что любой банкомат, терминал, где вот платят за мобильную связь, да, подошли там, мы ее отправили. Да выведем, выведем на экран стрима, конечно, выведем. Ох ты, господи, Вилатушка про нас написала. А вы говорите. Да, господи, пускай. Слушайте, а как все прямо зашевелились-то? Я поражаюсь, вот что-то буквально происходит, все, все зашевелились, вместо того, чтобы поддержать, нормально, вот я не понимаю, мне просто хоть... Такая грязь, на самом деле. Не хочу ругаться. Даже мы хотели, я же ему писал, вот я ему писал, там, здравствуйте, там, Виталий, вот мы... А мне, извините, мне кажется, это, ладно, не буду. Я вас приглашаю на запись в Луну, и мы приедем в Киев, вот я вас заранее приглашаю, приезжайте, ну, и там можно обсудить, вот. И вот после этого он пишет, я не стараюсь, не поддерживайте этот проект, лучше купите шапу в Досе. Обалдеть, ну и... Какая грязь какая, ой, все. И вы еще хотите, чтобы мы с кем-то, с такими людьми общались и контактировали? Нафига? Как можно вообще, вот, знаете, такая пословица «Свиным рылом в калашный ряд», вот, ты нихрена не понимаешь в озвучке, какого, извиняйте, ладно, не буду, какого хрена ты туда лезешь? Ну вот зачем? Ну, не всем это истинно просто и понятно. Вы не боитесь, что Valve вам сделает грязь, потому что вы собираете деньги с Дота 2 комьюнити? Мы эти деньги не кладем себе в карман, мы просто на эти деньги, мы все вместе делаем озвучку, мы их не собираем. Вы как бы все вместе, мы все вместе участвуем, то есть считайте, что мы уже поучаствовали с Кадей, наши 30%, все. Остальные, мы как бы, знаете, как выходим, как публичная компания, компания становится публичная, она выходит со своими акциями на биржу, и вот любой желающих покупает, да. Вот так же и мы поступили. Я прислал русский перевод сайленсера, да, я видел, ну, гляну, но я думаю, что я посмотрю, когда мы переведем, мы будем, когда переводить сайленсера, я после этого посмотрю, чтобы не сбиваться. Может быть, что-то, вот кто-то, когда мы делали инвокера, мы переводили, мы переводили инвокера, потом кто-то прислал свой перевод инвокера, я посмотрел и взял несколько фраз оттуда. Так что вот. Пробовали бы со стримерами популярными договориться, может, кто поддержит? Нет, мы, у меня, у нас была такая идея, потом мы от нее отказались. На самом деле, я тоже писал некоторым стримерам и тоже не получал никакого ответа, и потом плюнул, и, ну, потом мы думали, да нет, на самом деле даже бессмысленно об этом говорить, не будем мы ни с кем договариваться, и это нам не нужно, зачем? У нас уже есть озвучка, это они должны писать, или они просто, ну, если они нормальные, как бы, вот, ну, поддерживают свою культуру, там, ну, даже если, хорошо, если там они некоторые с Украины могут быть, ну и что, они же говорят на русском языке, вот, то вперед, играйте с русской озвучкой, но мы больше никому не будем писать. Да, тут все переживают, как мы деньги будем тратить. Никак, мы просто будем их платить, ну, все до копейки, что вы пришлете, мы просто будем их передавать по назначению, и все, не переживайте. Ну, вы уж тут не ругаетесь на Вилатов и прочее, мы сказали просто... Бог ему судья, на самом деле. Своё мнение, и всё. На самом деле, это, мне кажется, настолько вот, они себя неправильно ведут, потому что, в принципе, это очень классная тема русская озвучка для игры, вот, ну, такой, как Дота. И её хейтить, ну, это надо быть, ну, реально, что-то вот с мозгами не то должно быть. И, как бы, ну, тут, наверное, надо пожалеть этих людей, я не знаю, что ещё тут сказать. То есть, это неуважение к себе просто величайшее. Вместо того, чтобы объединяться и сделать что-то вместе. Да, они просто сидят, каждый в своём сортире в каком-то, закрывшись, и держат его вот так вот рукой, чтобы их оттуда не выковырили. Ну, пускай. А мы сами по себе, мы делаем, что делаем. А мы уже сделали дофига, вот вы видите, да, вот здесь три столбика, вот один мы уже сделали. Ну, на этом самом, на экране у вас. Вдумайтесь, мы сами сделали, ну, вместе с вами. А что нам стоит уже, как бы, с вашей поддержкой сделать остальные два? А, ну, понятно. Вилат писал, что Крым поедет, освобождает. Ну, понятно. Ну, знаете, уже это надо быть совсем полным, каким-то непонятно кем, ещё и политику сюда прикреплять. Ну, я не знаю. Да, всё, давайте закроем тему Вилата. Да, да, естественно. Пусть там великие свои комментарии представляют по себе, сидит опять же там нигде. Вот. А, ну, последнее. Неприятно, что нет украинской озвучки. Но украинская же луна была. Как же? Что-то понимаете, это же просто такой... Это как-то... Нет, смешно говорить, когда Дима его лично пригласил на запись украинского героя. Так что... Так что это всё бред собачий. Это даже не думайте. Ну что, мы ещё будем отвечать на вопросы? Или как? Ну, короче, что, ребят? Всё, спасибо за поддержку, на самом деле. Мы вам всё рассказали. Да, я надеюсь, что всё пойдёт дальше нормально. Вот. Всем миром будем... Ну, реально, озвучка станет народной. Вот. Все мы войдём в историю. Как единственная комьюнити, которая сделала... Забила там на всех этих дураков, которые едят там, бросают какашками. А взял и сделал русскую озвучку, крутую. Даже, может быть, и лучше оригинальной. Вот. Так что оставайтесь с нами, агитируйте всех, там, своих друзей, там, привлекайте их. Вот. Вы сейчас можете поучаствовать в работе нормально, в работе русской озвучки, в создании русской озвучки. Вот. Так что такие пироги. Будем... Будем вам отчитываться обо всём... Ну, о проекте. Пока будем вам отчитываться о... Будем вам отчитываться о том, что происходит в наших кошельках. Ну, и, как бы, если, опять же, вы сочтёте нужным поучаствовать в русской озвучке, если все эти, там, 40 тысяч человек, там, но, на самом деле, мне кажется, больше, потому что всё равно не все голосуют, будут участвовать, то окей. Спасибо вам за поддержку. Да. Это очень приятно. Вы даже не представляете, как... В любом случае, всё, что мы сейчас сделали, даже вдруг, ну, как бы, сейчас в кризис, там, знаете, как на дворе. В любом случае, мы сделали очень много, и мы уже все вместе с вами войдём в историю. Так что вот. Всё. Пока. Счастливо вам, да. До связи. Пока. Счастливо.